Здравствуйте. 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 Спасибо. Судьи готовы? Прекрасно. Можно мою музыку? Время. Добрый день, дорогие судьи. Меня зовут Ирина. Я бариста из кофемани. У меня есть много друзей, которые любят кофе, но по причинам недостающего оборудования, например, как точных весов, воронки с бумажным фильтром или специального чайника, они не могут заваривать его в домашних условиях. И зачастую не всегда так вкусно получается, как если бы это было бы в кофейне. Мой способ будет очень простым. Его можно заварить дома, в кофейне, на улице. Этот заварник называется ПОИ. Вы спросите, почему именно заварник? В основном его используют только для заваривания чая. Но также можно заварить в нем отличную чашку кофе. А также он удобен, прост в использовании и не требуется бумажного фильтра. Мочанник очень похож с воронкой Бонавита, но в нем нет бумажного фильтра. А также в нем имеется стеклянная колба с фиксированной ручкой. Имеется сам механизм. Это стальной шарик для сливания жидкости. И фиксированная стальная лента, изготовленная из двух видов стали. Все пластиковые материалы, изготовленные высокого качественного поликарбоната. Я начну заваривать и параллельно расскажу вам информацию. На одном из каппингов я остановилась над одной из чашек. Ее аромат отправил меня в другую реальность. Я ждала, что вот-вот выйдет бабушка и поймает меня за хулиганством. Я пыталась добить пятую, шестую чашку этого замечательного кофе. Но оказался этот компот из сухофруктов, чернослива и клубники. В этой великолепной чашке была колумбийская гейша, регион Уила, муниципалитет Салада Бланка, ферма Буэна Виста. Мой кофе растет на высоте 1730 метров над уровнем моря. Ферма составляет 4 гектара. Три с половиной из них посажены кофейные деревья, которые приносят плоды. Остальная часть фермы для поддержания флоры и фауны. Кофе был собран осенью 2017 года. Обработка мытая. Ферментация проходит на протяжении 36 часов. Промывается 4 раза. Этот способ неспроста. Фермер хотел убедиться на 100%, что ферментация будет остановлена. И кофе сушат на перфорированных столах на протяжении от 8 до 12 дней. После кофе отдыхает на деревянных настилах в тени. Итак, когда был выбран? Мой способ заваривания. Вкусный кофе. Оставалось его заварить, его только вам. Итак, перейдем к самому главному. Мой рецепт. 15 грамм заранее намолотого кофе. Помол, как на каппинг. Температура воды 94 градуса. Время экстракции 4 минуты. Для того, чтобы добиться структурированности в чашке, я выбрала воду жесткостью 125 ppm. Итак, самое главное. Аромат. Коричневый сахар. Красный апельсин. Молочный шоколад. Вкус. Патока. Помелло. Кумбат. Солод. На остывании инжир. Тело. Бархатистое. Гладкое. Обволакивающее. Цитрусовость. Кислотность. Цитрусовая напоминает апельсин. Мой кофе был обжарен 3 дня назад на 12-килограммовом ростере парабат. Время развития составило 1 минута 5 секунд. Для того, чтобы добиться кислотности в чашке, так как в Пиои очень получается структурированная чашка, и мы закончили развитие на стадии мэйера и на стадии развития. Чуть-чуть ее сократили. Время выгрузки составило 8 минут 45 секунд. Пожалуйста, для вас. Для вас чашка. Сегодня чудесный день. Прекрасная погода. Все сложилось для того, чтобы заварила для вас кофе. И предложила такой новый способ заваривания. Пожалуйста, для вас. Я на самом деле участвую в первый раз. И для меня это необыкновенное ощущение. И я продолжу это. Я хотела для вас преподнести новую гейшу в новом способе заваривания. Пожалуйста, для вас. Спасибо большое. Время. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok